Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В одной из передач мы с вами говорили о таком понятии в духовной жизни, негативном понятии, которое называется словом «грех». Святые отцы, когда рассуждали о грехе или о каком-то плохом деле, они всегда говорили, что это понятие в человеке развивается не сразу. Есть некие стадии, которые предшествуют развитию греха в человеке. В первую очередь, святые отцы говорили, что есть такое понятие как «прелог». Это то, когда наш взор падает на какой-либо предмет, независимо от нас, мы останавливаемся взгляд на этом предмете. Иногда возникают какие-то мысли в нашей голове, и порой эти мысли совершенно от нас не зависят. Поэтому святые отцы говорили, что эти «прелоги» по сути не являются грехом. Но вот беда наступает тогда, когда человек начинает замедлять свой помысел, когда он начинает беседовать с этим помыслом, обращать более пристально свое внимание на эту мысль. И вот тогда уже, собственно говоря, начинается беда. Потом позже начинается то, когда этот помысел постепенно завладевает душой человека и постепенно-постепенно пленяет человеческий разум. И уже, конечно, наступает самостадия вот этого злого дела, самостадия греха. Один из святых подвижников, а это слово вспоминает этого подвижника, наш знаменитый богослов Русской Православной Церкви, митрополит Антоний Сурожский. Он говорил, что один из святых отцов сравнивал это понятие развития греха с таким ярким образом, как он представлял дьявола, как некого продавца кроликовых шкурок. Владыка Антоний рассказывал, что один святой отец сравнивал дьявола с продавцом кроликовых шкурок. Вы сидите дома, никого не трогаете, занимаетесь своим делом, и вам в дверь раздается стук. Вы спрашиваете, кто там, вам отвечают с той стороны двери, это я продавец кроликовых шкурок. Вы отвечаете, вы знаете, мне шкурки не нужны, убирайтесь в фон. Но идете, занимаетесь дальше своим делом, опять раздается стук в дверь. Вы подходите и спрашиваете, кто там, вам снова отвечают, это продавец кроликовых шкурок. Вы начинаете рассуждать сами в себе. Ну, по большому счету, да, мне шкурки не нужны, но судя по этому продавцу, он, конечно, от меня не отстанет, он будет постоянно мне надоедать. Поэтому, знаете-ка, я открою дверь и объясню ему, что мне шкурки не нужны. Вы открываете дверь, перед вами предстоит продавец этих самых шкурок, вы пытаетесь ему объяснить, что вам шкурки не нужны, но он, будучи очень опытным продавцом, продавцом, который уже продал не одну партию этих шкурок, вам говорит, ну, как вы такое говорите, что они вам не нужны. Вы посмотрите, какие они хорошие, какие они мягкие, какие они пушистые, да и, в конце концов, потрогайте их, и вы убедитесь, что это замечательные вещи. Вы, конечно, слушаете его, берете в руки эти шкурки, и тут начинается торговля, он вам говорит одну цену, вы пытаетесь цену сбить, и в итоге вы эту шкурку покупаете. Закрываете дверь, снова возвращаетесь к своему привычному делу и понимаете, что на самом деле вы сделали ошибку, вам эти шкурки были совершенно не нужны. И вот этот преподобный отец делает заключение, что нужно было сделать в этой ситуации. В этой ситуации не нужно было просто-напросто открывать дверь. Этот святой отец сравнивает дьявола с продавцом кроликовых шкурок и замечает, что этот продавец, он очень опытен, он очень умен. И если мы говорим о дьяволе и о бесовском мире, то эти существа намного древнее, чем наш род человеческий, намного древнее, чем вся наша планета Земля. И, конечно, через их руки прошло очень-очень много людей. И, по большому счету, дьявол, как и бес, являются очень хорошими психологами. Поэтому святые отцы нас передостерегают, что нужно ко всему относиться с рассуждением и быть очень внимательными. В первую очередь к тем прилогам, то есть к каким-то независимым от нас предметам, которые постепенно где-то мелькают перед нашими глазами. Самое главное — не останавливать свой взор на этих вещах и, самое главное, не собеседовать вот с этим самым помыслом. Потому что как только мы остановим свой взор, мы будем этим взором сразу же пленены этим помыслом. И постепенно-постепенно мы станем уже на путь греха, и мы окунемся в эту бездну грехопадения. Это особенно сегодня актуально, потому что очень многие люди, к сожалению, зависимы от многих-многих страстей. Кто-то от компьютерных игр, кто-то зависим от алкоголя, кто-то зависим от еще каких-то пристрастий в своей жизни. Если мы видим, что есть проблема в нас, то давайте будем делать все возможное, чтобы в эту проблему не окунуться. Если человек страдает от алкоголизма, то лучше проходить мимо между тех точек, где этот алкоголь продается и так далее. Во всех отношениях нужно быть очень бдительными к самим себе. Храни всех вас Господь. Желаю всем вам здравия духовного в первую очередь, ну и, конечно, здравия телесного, которое всегда зависит от нашего настроения духа. Субтитры создавал DimaTorzok